Привет всем, с вами Рома Драныш. Сегодня вот в Москве у нас какой-то ураган был. Я вот снял небольшое видео о том, что случилось. О, вот тут сейчас спереди я тоже покажу. Вот такой ураган, короче, сегодня в Москве. Вот можно видеть деревья, которые валяются на дороге, ветки всякие, куча листьев. Вот, хотя пять минут назад было солнце, было тепло. Вот. Такая вот движ сегодня. Интересная на дороге. Вот видно, как летят, как летают листья везде. Сейчас может что-нибудь поинтереснее, конечно, будет. Пока это, конечно, так еще. Ветер сильно чувствуется даже, вот, машину чуть-чуть. О, пакетик. Видно, вон, как светофор чуть-чуть качается. Ветер реально нормальный, какой-то. Вон там вот слева деревья тоже. Сильно так гнутся. Вот тоже тут видно сколько. Рядом всяких попало. Тут ветерка. О, что-то в тачку. Что, короче, тут что-то хрост. Какое-то дерево. Вот, короче, тоже видно сколько деревьев тут вот повалилось. Вот, сегодня у нас в Москве был такой ураган. И вот на этом участке дороги, на котором я сейчас еду, тут било мужика деревом. Вот, всякие скриншоты тут по Яндекс.Навигатору показывают. Ну, в общем, наверное, час ждали, чтобы проехать 100 метров на перекрестке, чтобы ехать на Рублевку с Амкада. Вот, реально куча деревьев вообще упала. Так что, пока едем. Сейчас, если что, найду еще. Обязательно покажу, что еще есть. Вот, короче, тоже упавшее дерево справа. Увидим, как оно провода повалило. Вот. Вон второе тоже упавшее. Прям на дороге лежит. И тут вот было написано, что мужика убило в навигаторе. Мужика, конечно, я сейчас уже не увидел. Наверное, его уже увезли. Но бревна мы видели. Так что, может быть, у мажорчиков на Рублевке свет отключили. Или еще что-то. Посмотрим. Опа, на, вот спереди еще сейчас одно дерево видим. Тоже прям на провода упало. Вот тут прям отчетливо видно. Вот оно. Прям лежит. О, с подпилили. Вот справа провода. Видим, как тянутся. Такой вот сегодня ураган у нас прошел. В Москве тоже несколько деревьев видел упавших. Там, конечно, они провода не везде оборвали. Все тут объезжают высоковольтные провода. И вот спереди мы видим еще дерево. Тоже упавшие. Вот провода тоже торчат везде. Короче, весело сегодня, ребята. Надеюсь, ни на кого из вас не упало. Вот видно еще одно дерево. Ох, да тут ни одно. Тут нет, скажешь, упало. Вон провода опять же торчатся. Ой, там спереди еще. Вообще рублевка, короче, вся в деревьях запавших. Неудивительно, что тут могло что-то свалиться. Вот так вот, наверное, самое такое место. Так скажем, энергетически заряжено деньгами. Обрушилась в таком масштабе сегодня такая вот. Природная трагедия. Небольшая. Чуть-чуть подизменила вид рублевки. Вот тут спереди видно, как вот у этого дома дерево упало, разнесло забор, короче. Это все вот по рублевке я сейчас еду. Вот еще деревья валяются спереди. Вот. Я в то время тоже за рулем был, но не на этой дороге. Чуть подальше тоже видел, как пару деревьев упало. Но они упали не так близко к дороге. Вот тут слева, жалко, я не успел. Надо было камеру взять, показать. Там прям несколько деревьев тоже упало. Вот тут справа еще упало тоже. Короче, рублевку вообще по полной разнесло. Просто вот я тут смотрю, тут слева, справа везде деревья. Спускай мне просто. Сейчас телефон в руку попробую взять. Так, будет лучше снимать. Вот тут видно. Вообще тут просто завал деревьев сегодня. Так, смотрим дальше. Тут пока все нормально. Но видно, что дорога, конечно, вся в этой грязи от деревьев, там всяких листьев, ветках. Вот. Реально куча деревьев спала. Уже, наверное, деревьев 30, насчитал 35, может быть. Да только на рублевке. Так, смотрим, смотрим, может быть. Тут тоже еще что-нибудь. Я уже вот подъезжаю к Барвихе. Тут прям такой пустой лес, может быть. Тут тоже что-нибудь упало. Вон, видно, вот справа тоже дерево упало какое-то. Смотрим дальше. В общем, ребят, вот такая вот ситуация сегодня произошла в Москве. Поэтому ездите аккуратно, следите в оба. Не газуйте, не лихайте особо сильно. Вот. И думайте, как улучшать обстановку в нашей стране в будущем. Может быть, стоит задуматься о каких-то ограждениях для деревьев. Или еще от кого-нибудь. Сейчас вот что-то тут опять ждем. Какой-то затор опять образовался, не знаю. Может, опять какое-нибудь дерево упало. Сейчас будем смотреть, короче, что там случилось. Вот. Если будет что-то интересное, запишу. Куча сосен вообще просто отрывало прям. С кусками вообще земли видел. Прям такими. Просто по полтора, по два метра в диаметре валялись. Надо было просто с самого начала все снимать. Вот, ребят, короче, понятно, почему здесь все так долго тормозили. Тут, короче, вот провод видно высоковольтный. Ну, не высоковольт, не знаю, с этого. От столба, короче, фонарный провод. Вот он тут и по нему все ездят. Короче, ее объезжают. Никто не хочет, чтобы он заподался. Вот я сейчас тоже под ним проеду. Опа. Ой, второй, третий. Короче, вон дерево видно валяется. Тут надо, короче, аккуратно ехать, потому что ситуация, конечно, веселая с этими проводами. Ой-ой-ой. Сейчас тоже по нему проеду. Вот видно дерево тоже валяется, короче, справа. Уже подпилили. Вон елка спереди видно уже, да, висит. Да-да, вон он, да. Вон они висят на проводах просто. Как в этом стихотворении. Люблю грозу в начале мая. Только сейчас, конечно, конец мая. Но вот все, да, висят на проводах. Там, не знаю, деревья точно висят. Кишки пока не висят, конечно. Хотя, тоже слышал по радио, вот сказали, что несколько людей убил тоже этим ураганом. Вот, ну, будем слушать еще. Посмотрим. О, вот тут вот много упало вообще. Да вот мы ждали, пока это все распилят, чтобы можно было проехать. Вот тут видно тоже. Жесть какая-то вообще. Вся эта, конечно, выехала. Да, вон слева даже на въезде, вот в Одинцово тоже повалило. Деревица. И вон на детскую площадку тоже упало. Вот тут тоже чуть-чуть. Ну, это маленькое, конечно, дерево. Так. Так вот вилла по дороге еще вот в два раза шире, чем вон то, где кошка вот спряталась. Тоже вырывало прямо скоро. Тут так, конечно. Детский сад. Так что, ребят, повторяюсь вообще. Видите, вот в любой день может оказаться что-то такое, что никто из нас не ждет. Поэтому надо оценить каждый момент, наслаждаться жизнью. Вот, пока она есть. Радоваться. Ни на кого не обижайтесь. Смотрите с позитивом на все вещи. Вот, все. С вами был Рома Драныш. Йоу. Покеда.